А глава Казахстана встретился с председателем Верховного Суда, который рассказал о проводимой работе по модернизации судебной системы в государстве. Это очень важная реформа для казахов, потому что по последним исследованиям обычные граждане потеряли всякую веру в судебную систему и чиновников. А данная реформа поможет повысить доверие народа к судебной ветве власти и приструнит самих чиновников. Жакип Асанов рассказал об итогах действия Кодекса административного судопроизводства за четыре месяца. По его словам, введение нового Кодекса должно изменить менталитет и укрепить дисциплину чиновников. Он также доложил президенту о внедрении альтернативных методов разрешения споров, продвижении новых антикоррупционных проектов, обеспечении единой судебной практики и реальном перекрестном допросе сторон уголовного процесса. Атакаев отметил, что проводимые правовые реформы должны полностью гарантировать верховенство закона, способствовать усилению защиты гражданских прав и повышению доверия общества к судебной системе. Глава государства под конец встречи поприветствовал все запланированные изменения и дал ряд конкретных поручений. Кроме того, как недавно сообщил на брифинге глава казахстанской антикоррупционной службы Марат Ахмеджанов, ведомство разрабатывает концепцию развития антикоррупционной политики. В эту работу активно вовлечены представители гражданского общества. Ахмеджанов подметил, что вскоре введется инновационный план по предотвращению незаконного обогащения. Чиновников будут проверять, несли их доходы намного меньше расходов, ведь возникает логичный вопрос – а откуда деньги? Еще одной действенной мерой по борьбе с лишением коррумпированных чиновников теневых доходов на иностранные счета станет присоединение Казахстана к Европейским конвенциям. Такие меры делают неразумным обращение к государственному управлению за обогащением. А кроме того, ужесточены меры наказания за коррупцию в отношении правоохранительных органов и судей. Наказание за коррупцию составляет до 15 лет лишения свободы. Осужденным за коррупцию запрещается пожизненно работать на государственной службе. Возможность условно-досрочного освобождения лиц, совершивших серьезные и особо серьезные коррупционные правонарушения, исключена, сказал руководитель агентства. А кроме того, антикоррупционный орган хочет побудить компании к внедрению антикоррупционных стандартов, то есть проводить так называемые «проверки честности». Речь идет о честном бизнесе. Предоставляются тесты на целостность. Другими словами, это проверка на устойчивость коррупции. Это также хороший профилактический инструмент, который не позволяет чиновникам вымогать или получать взятки, сказал Марат Ахмеджанов. А по словам зама руководителя администрации президента Даурена Абаева, антикоррупционная служба наконец-то перешла от слов к действию. Так он прокомментировал недавнее задержание 30 чиновников, которые отмывали деньги на незаконном субсидировании в сельском хозяйстве. И это именно тот случай, когда система работает как надо. Значит, проводимые реформы все-таки приносят пользу.